Йоу! Привет, дружище! С тобой, как всегда, Шаморо, и сегодня я покажу тебе свой новый ноутбук. Помнишь, я тебе рассказывал, что залил свой другой ноут и решил взять новый? В общем, это мой новый крутой бук под названием Asus Rock Scar 3. Scar, кстати, это боевая штурмовая винтовка Yusako. Но сегодня мы будем говорить про боевой ноутбук от Asus Republic of Gamers. А если тебе интересна эта продукция от Asus Rock, обязательно можешь подписаться на группу, я тебе ссылочку оставлю, группа ВКонтакте, там постоянно проводятся розыгрыши и много интересной информации о новой продукции. Я не буду тебе делать технический обзор глобальный, я просто покажу и расскажу тебе о нём в играх. Вот так вот выглядит эта красота. Безумно красивый ноутбук. Технические характеристики ты сейчас видишь на экране. В ноутбуке используется очень мощный процессор от Intel. Я вообще обожаю процессоры от Intel и считаю их самыми стабильными и самыми мощными. То есть для меня это процессоры, которые никогда меня не подводили. Поэтому я всегда выбираю технику на процессорах от Intel. Так вот значит. Сразу бросается в глаза отличная система охлаждения. Да, дырки для отвода тепла повсюду это огромный плюс, потому что часто ноутбуки сильно греются. А здесь стоит мощнейшая видеокарта. Это RTX 2070. При эксплуатации я не заметил каких-то перегревов. Из портов у нас здесь 3 USB, 1 USB 3.1, 1 HDMI и естественно LAN порт для того, чтобы ты мог вставить туда свой сетевой кабель. Здесь 144 Гц монитор. Это очень важно для комфортного гейминга. Экран с быстрым откликом и с такой герцовкой позволяет естественно идеально чувствовать себя в быстрых играх, где требуется реакция. Когда я первый раз включил ноутбук, я почувствовал что-то необычное. Понимаешь, как будто я включаю какой-то, знаешь, космический корабль. Он весь засветился, засверкал, начал переливаться, начал играть цветами радуги. Понимаешь, какая-то как будто музыка в голове такая, понимаешь, которая манит тебе и манит. Чувствуется, что это игровая мощная машина. Повсюду подсветочки всякие, подсюду всякие светодиодики. Все тебе помогает. Вот смотри, сейчас покажу тебе. Вон смотри, какая подсветка. Смотри, это все может светиться у тебя на столе. Ты будешь чувствовать себя шикарно, потому что, соответственно, на тебя что-то светит. Понимаешь, ты как будто в неоновом каком-то пространстве. Это просто офигенно. Такого дизайна, даже жена, она не особо любит ноутбуки, даже жена кайфанула. Еще смотри, что есть. Есть вот такой вот ключик, значит. Это твой доступ к твоей технике. Чтобы, типа, космический корабль полетел у тебя там в PUBG, либо еще в какую-то другую игру. Спокойненько вставляешь. И тут специальная программа от Asus, да. Называется она Armory, где ты можешь, соответственно, сделать тонкие настройки своего ноутбука. Произвести какие-то, да. Сделать там какие-то бусты добавить. Проследить, как он нагружается, как он не нагружается. Как себя чувствует машина, как себя чувствует техника. Соответственно, все ты можешь сделать именно здесь, в этой программе. Это очень круто. Это очень удобно. Короче, недолго думая, я пошел в Counter-Strike Global Offensive. Это первая, наверное, игра, в которой я проверяю технику. Есть ли фризы, есть ли какие-то подлаги, глюки, лаги, баги и так далее. Я выставил самые высокие настройки графики. Естественно, на такой машине это все должно быть шикарно. У меня включена запись. При этом, то есть, как бы, это еще потребляет какие-то ресурсы. И мы с тобой проверяем, что и как. Накаточку меня запустило очень быстро. То есть, вообще моментально. Он подгружается не медленнее, чем мой 64-гиговый, соответственно, стационарник. То есть, я спокойненько, значит, подключил просто мышку, с которой давно не играл. И начал сидеть, играть, смотреть, как это выглядит. И ты знаешь, я получил безумный кайф. То есть, плавность картинки. 144 Гц монитор справляется на все свои 100%. То есть, как бы, я не знаю. То есть, ты чувствуешь всю плавность. Ни единого подлага, ни единого глюка. Машина не шумит. То есть, она, да, есть такой звук. То есть, когда вентиляторы работают, типа кулеры. Но это не надоедает тебе. Это тебя не раздражает. Да даже щекочет и ласкает твои уши, понимаешь? Твоим ушам хочется еще и еще. И он светится весь. И он, понимаешь, манит меня к себе. То есть, как бы, он светится. А я играю, а он светится мне и говорит, да, я мощный и быстрый. Смотри, ты можешь записывать, даже стримить на мне. И, соответственно, ты будешь получать удовольствие. То есть, ты понимаешь, да, когда ноутбук с тобой начинает разговаривать, ты получаешь безумное удовольствие. Сейчас на этом видео ты можешь обратить внимание, что картинка очень плавная. Никаких микрофризов, лагов в игре вообще не присутствует. Запись тоже записалась идеально четко. Это очень круто. Стабильный FPS выше 100 на высокой графике. Идеально? Идеально, значит. Давай теперь посмотрим, на что способен ноутбук в PUBG. Знаешь, когда я зашел в PUBG, я обнаружил, что игра автоматически определила мой ноутбук как мощную игровую машину и выставила все настройки на ультра. Я был приятно удивлен, как бы. Ну да, то есть она чувствует игра, что вот сейчас на мне будет играть кто-то мощный. Итак, значит, каточка запустилась, а у меня 100 плюс FPS. 105, 110, 120 на ультра графике. Да, ты представляешь? 105, 120 FPS в PlayerUnknown's Battlegrounds на ноутбуке. Это ноутбук, это небольшой компьютер. И он вытаскивает игру в стабильном, стабильном качестве. Я специально полетел на руины. Там, соответственно, где могут стрелять, где может происходить какая-то движуха, там, где большая нагруженность всяких разных объектов. И я все так же чувствовал свои. Плюс 100, 105, 110, 120 FPS. То есть я был приятно удивлен. Вот, кстати, сейчас присмотрись обязательно на видео. И обрати внимание, что нет микрофризов, да, которые обычно приемлемы в PUBG. То есть бывает, что там подфризивает игра и так далее, подлагивает. Вот. Но здесь микрофризов я никаких не обнаружил. То есть я чувствовал себя абсолютно комфортно. Единственное, что говорю, мышку подключил, которой я давно не играл. Вот это было немножечко да. Но, тем не менее, как бы новая машина. Тем более я тестировал ее производительность вместе с тобой, чтобы посмотреть, чтобы рассказать тебе о том, как это все выглядит. Ноутбук, кстати, достаточно доступный получается, да. То есть, ну как, доступный, смотря для кого, конечно. Но, тем не менее, если брать эту сумму, которая стоит ноутбук, и, например, собирать себе стационарник на этой же базе, то, мне кажется, такого сочетания цены и качества ты не добьешься. Потому что стационарник – это тоже свои проблемы. Это отдельный монитор и так далее. А здесь уже тебе идет в начинке сразу же 144 Гц монитор. Соответственно, ты получаешь удовольствие. Ты получаешь монитор с хорошей герцовкой. Ты получаешь мощную видеокарту 2070, хорошее количество оперативки и быстрый процессор от Intel. То есть, ну, все идеально. То есть, как бы я доволен. Поэтому хотел с тобой поделиться таким видосом. Я надеюсь, тебе понравилось то, что я тебе рассказал. Возможно, было что-то полезно. Возможно, нет. То есть, в любом случае, пиши, что ты думаешь, что ты думаешь по поводу внешнего вида ноутбука, что ты думаешь по поводу производительности. Я, в принципе, доволен. Это очень хорошая вещь для того, чтобы брать с собой, либо поставить дома, я не знаю, в принципе, можно поставить дома, подключить монитор по HDMI, либо вообще не подключать. Здесь и так хороший монитор. И получать удовольствие. Тебе спасибо, как всегда, за лайк. Если хочешь больше подобных всяких видео технических, где я тебе бы рассказывал про свою новую технику, делился впечатлениями, обязательно не забудь об этом написать, поставить лайк, значит. В общем, такие дела. Все идет плавно, все идет идеально. Я доволен. Даже в дороге я могу записывать любые сложные игры. Спасибо.